Привет всем! Вот мы и в самолете при сельских авиалиний. Позади паспортный контроль, проверка багажа. Собрал помимо штампов в загранпаспорте три штампа в билет на самолет. Их, кстати, можно распечатать в формате А4 после электронной регистрации на сайте Брюссельских авиалиний. Мы это сделали еще дома. Москва, прощай. Добрый путь. Пока покатились на взлетную. Путь до взлетной полосы оказался долгим, и мы успели посмотреть стоящую летную технику. Пока катаемся, расскажу об условиях провоза багажа при сельских авиалиний. В салон в условиях компании указано, что на человека можно проносить одну единицу весом до 12 килограмм, максимальным размером 55 на 40 на 23 сантиметра. Можно также взять вторую сумку, но не больше габаритов 40 на 10 на 30 сантиметров. При этом общий вес двух сумок не должен превышать 12 килограмм. Форма сумки также не имеет значения, как, например, в компании Победа. Об этом тоже расскажу на последнем видео. Мы полетим на их самолете из Кёльна. Для любителей копить мили можно зарегистрироваться в программе Milles & More. Туда же входят Austrian Airlines, Lufthansa и другие. Вам сразу дадут приветственные 500 миль за регистрацию. Ну, погнали! Земля, прощай! Добрый путь! Пока набираем высоту, покажу весь расклад. Нам в Бельгии нужно будет добраться из аэропорта Завентем в аэропорт Шар-Леруа. Существуют бюджетные способы пешком на велосипеде. В Москве, кстати, Google поездку на велосипеде не предлагал. Мы все же поедем на общественном транспорте. Google Map нам выдал две пересадки. Добавлю, что сделал распечатки маршрутов дома на принтере, на всякий случай. Здесь подробно по времени указано расписание транспорта и ссылки на сайты транспортных компаний. Аэропорт Завентем. Северный вокзал Брюсселя. Далее пересадка на электричку до Шар-Леруа Юг. Из автовокзала на автобусе едем до аэропорта Шар-Леруа. Там ждем вылета. А вылет у нас утром. Вот такой план, мистер Фикс. Если у меня план... Итак, Брюссель, столица Евросоюза. Проходим контроль и направляемся к железнодорожной платформе. Покупаем билеты в кассе. Нам предложили купить и на автобус сразу. Но мы отказались. Решили купить на месте. Вдруг наш план не сработает. Если у меня план... Билеты, кстати, оформлены на втором официальном языке, как мне показалось, на нидерландском. Заинтересовала надпись. Inclusive Diablo Toyslag. Перевел в Google Translate Diablo за дополнительную плату. Да уж. Не помогло. Если кто знает, что это обозначает, пишите в комментариях. Интересно. Сверимся с планом. Если у меня план... Садимся. Едем. Вот он какой Брюссель. Доехали быстро. За 10 минут. Мы на северном вокзале Брюсселя. На 11-й платформе. Сверяемся с планом. 11-я. Но что странно, табло не горит. Перебегаем на 12-ю платформу. Вот и наша электричка. Сверяем табло с нашей распечаткой. Буквы совпали, цифры нет. Но неважно. Какая разница, 12 или 11, когда написано, что поезд идет до Шерлеруа-Ют. За окном снова Брюссель. Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот как выглядит привокзальная крыса. Дальше шли поля. Возможно с капустой. Наверное уже догадались с какой. Прицельский. Потом пришла проверка билетов, видимо мадемуазели в чудной шляпке. Вот так выглядел билет после ее компостера. Потом эта мадемуазель вышла на какой-то захолустной станции Бельгии. Но, видимо, одумалась и снова зашла. Забежала. Правильно. Я бы там тоже не остался. И мы вместе поехали дальше. И, наконец, приехали. Выбор пал на пиццерию Домино. Оказалось, что она относится к сети пиццерий. И довольно неплохих, как выяснилось. На ломаном русском и на пальцах мы объяснили, что хотим. Супруга взяла курицу, купившись на рекламу на входе кафе. Не повезло. Пришлось делиться. Все равно было очень много и вкусно. Рекомендую. Если будете там проездить. С паковочком. Что-то ты не то взяла, мне кажется. Там до капитана. Автовокзал оказался рядом. На табло указано время отправления и платформа. Билеты продаются в этих автоматах. Или же можно их купить у водителя. Стоит также 6 евро на человека, если бы я взял их и оплатил весь путь от аэропорта. Вот и аэропорт. Мрачновато, конечно. Кое-как с пассажирами автобусы сообразили, куда идти. И пошли. Столько места, а сидячих мало. Не пойму, у кого кризис. Из сидячих только такие. И такие. Они и так же лежачие. При желании. Ночь пролетела незаметно. Постоянно приходили патрули. Один полицейский, другой военный. Военные с автоматами. Обход делали профессионально. Четко. Жаль, что не снял. Ведет. Налево падешь. На Гран-Канарию попадешь. Направо падешь. На Тенерифе улетишь. Ура! Мы в самолете. Лететь почти 4,5 часа. Глаза слипаются по провозу багажа. Обычным тарифом на взрослого человека можно провозить в салоне один чемодан или сумку до 10 килограмм. Размером 55 на 40 на 20 сантиметров. Плюс небольшую сумку размером 35 на 20 на 20 сантиметров. Если вы летите с младенцем в возрасте от 8 дней до 23 месяцев, и он размещен у вас на коленях, можете взять сумку для него до 5 килограмм дополнительно. Что там дальше? А, погладьте за меня котика, кто не подписывался. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok